Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Бывший член Палаты представителей Конгресса США и экс-кандидат президента США Талсик Габбард в эфире Fox News заявила, что американские власти врут про демократию на Украине. Она напомнила, что Владимир Зеленский занимается откровенными репрессиями против инакомыслящих, закрыл уже несколько оппозиционных телеканалов, притесняет и арестовывает лидеров политической оппозиции. Ранее она выпустила резонансное видео на эту же тему, где была более резка в своих выражениях. С нами на связи известный украинский политолог Даниил Богатырев. Даниил, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Даниил, вы были первым, честно говоря, у кого я прочитал об этом заявлении Талси Габбард. Потом я порылся в интернете, поискал, посмотрел. Действительно, женщина интересная, красивая прежде всего, мне так показалось, на мой вкус. Свой пост о ее высказываниях вы назвали, что осталась за кадром резонансного видео американского политика Талси Габбард. И у меня к вам первый вопрос. Помимо того, что осталось за кадром, мы об этом еще поговорим. Кто такая Талси Габбард, если чуть поподробнее? Я единственную маленькую ремарку сделаю. В свое время она пыталась судиться с Хиллари Клинтон, поскольку Хиллари Клинтон ее назвала, коллега по демократической партии, назвала ее, ни много ни мало, агентом Кремля. Ну, там дело в том, что это сенатор от штата Аляска. Гавайи, Гавайи. Да, прошу прощения, от штата Гавайи. Да. Да, прошу прощения. Там есть интересный момент также и со штатом Аляска, но ладно, сейчас не об этом. Да, по таким вот округам, как Гавайи, как та же, опять же, упомянутая мной Аляска, очень легко, собственно, выдвигаться. Но они считаются вот как в Соединенных Штатах. Как знаете, у нас в Украине тоже есть некоторые мажоритарные округа, но были раньше, по крайней мере, во время смешанной системы избирательной, по которым было легко пройти в парламент. Вот Гавайи, соответственно, по ним пройти в Сенат тоже достаточно легко. Но Тауси Габбард известна своими высказываниями подобного толка и ранее. В частности, ну вот вы упомянули про то, что Хиллари Клинтон ее, соответственно, осуждала за подобного рода высказывания. Но у меня складывается такое впечатление, что она, по крайней мере, довольно пристально следит за ситуацией в Восточной Европе и представляет в демократической партии, ну, крыло, скажем, не ястребов по отношению к России. Такое более умиротворяющее крыло, крыло компромисса, вот так бы я это назвал. И поэтому, конечно, неудивительно, что даже несмотря на ее принадлежность к демократической партии, канал Fox News охотно ее приглашает, охотно интервьюирует. Соответственно, вот это интервью, оно тоже было для канала Fox News. Мы знаем, что это республиканский канал. В последнее время он дрейфует достаточно сильно в сторону того, что называют трампизмом в республиканской партии. То есть это даже не умеренные республиканцы, а такие вот более радикальные, склонные жестко критиковать действующую администрацию Байдена. Но, тем не менее, в эфире этого канала данный сенатор озвучила вот такие заявления. Я хотел бы вот что сказать, что эти заявления, они действительно имеют очень много общего с реальностью. У нас вот на прошлой неделе был закрыт, пожалуй, последний канал, который транслировал в эфирном вещании альтернативную точку зрения. То есть с точки зрения альтернативной официальной государственной пропаганды. И вот он был закрыт. Что это означает, вот как для меня? Это означает в первую очередь то, что значительный пласт населения Украины, вот те люди, которые не согласны с политикой, проводящейся на протяжении последних восьми лет, был просто выброшен из медиапространства. Вот в официальном медиапространстве этих людей нет. Их загнали фактически на позиции диссидентов, кухонных критиков власти. Но проблема в том, для власти действующей, что в современных условиях уже есть альтернативные источники донесения информации. Есть, скажем, YouTube, есть Telegram, есть другие ресурсы, социальные сети, через которые вот эти вот диссиденты, диссидентствующая публика может доносить свою точку зрения. Да, конечно же, аудитория их не так широка, как у телеканалов, вещающих в эфире. И, скажем, специфика этой аудитории другая. То есть, если мы вещаем, например, там на YouTube или же в каких-то социальных сетях, то там аудитория более молодая. На сегодняшний день это уже явно не подростки, но, скажем, аудитория до 45 лет. Вот так вот, скажем. А те, кто старше 45 лет, они больше смотрят классическое телевидение, на котором, соответственно, вот альтернативной точки зрения уже не осталось. Поэтому заявление Тулси Габбард о том, что Украина, ну, мягко говоря, в ее нынешнем виде имеет мало общего с демократией, это правда. Действительно, это так. Жанил, хотел спросить вот о чем. Тулси Габбард, ветеран Иракской войны. Она была в свое время избрана от Гавайев в Конгресс. Где Украина, где Гавайи? Даже с учетом того, что она представляет, ну, скажем так, компромиссное крыло демократической партии, все равно это кажется странным. Почему ее именно Украина привлекла, на ваш взгляд? Ну, здесь ответ на этот вопрос предельно прост. Сейчас именно американские СМИ раздувают то, что мы здесь называем военной истерией вокруг Украины. Потому что и украинские власти, и российские власти заявляют о том, что, ну, угрозы войны объективно нет, либо она очень сильно преувеличена. В то же время американские СМИ заявляют, что вот буквально со дня на день Россия там нападет полномасштабно вторгнется в Украину. И это грозит многочисленными человеческими жертвами, потерями и так далее. То есть нагнетают откровенно военную истерию. И мы же понимаем, что, конечно, мы читаем эти СМИ, но в первую очередь их читает все-таки внутриамериканская аудитория. И это аудитория, которая, как правило, не знает никаких других языков, кроме английского. Это аудитория, которая привыкла получать информацию сугубо из своих СМИ, там, CNN, New York Times и прочих. И вот можете себе представить, какая там формируется внутренняя повестка по украинской теме. Когда эта украинская тема звучит буквально по 10 раз на дню из разных источников, конечно же, общество накручено. Я не исключаю, что если бы мы вот сейчас спросили там рядового избирателя Талси Габбард, который там находится где-то на Гавайях, а вот что его сейчас в политическом отношении беспокоит, то он бы ответил про Украину в том числе. В том числе про Украину, хотя американцы, они склонны вообще-то минимальное внимание уделять внешнеполитической повестке. Но сейчас ситуация такова, то есть обстановка в СМИ настолько раскалена и накручена, что вот эта тема начала беспокоить именно электорат американских политиков. И поэтому, конечно же, американские политики, включая Талси Габбард, поднимают эту тему, высказываются по ней, демонстрируют свою принципиальную позицию и так далее. Ну, это закономерно. Я думаю, что когда ажиотаж вокруг вот этой военной истерии темы так называемого российского вторжения спадет, то, в принципе, и мы будем видеть гораздо меньшее заявление американских политиков по данному вопросу. Они же все ориентируются на своих избирателей. Вот если сейчас избирателю интересно слышать что-то об Украине, вот они и говорят. Если будет интересно там о чем-нибудь другом, там вот как было полгода назад об Афганистане, ну вот говорили все об Афганистане. Данил, хотел вот о чем спросить. В своем выступлении на Fox News Талси Габбард назвала тех, кто призывает защищать демократию на Украине ни много ни мало разжигателями войны. Она пошла против линии партии, против президента? Ну, смотрите, во-первых, я бы хотел сказать о том, что понимать под защитой демократии. То есть, когда об этом пишут американские СМИ, они подразумевают защиту сложившейся после 2014 года политической системы. Но вот в том числе и в заявлениях Талси Габбард звучала критика этой системы с позиции такой принципиально демократической. То есть, если это демократия, почему же там нет свободы слова? Если это демократия, почему же там, скажем, притесняют диссидентов? Если это демократия, почему же там присутствуют определенные шовинистические тенденции? Ну, мы знаем там законы о языке и прочие вещи. То есть, с точки зрения демократии именно как такого идеализированного представления об обществе, всеобщего благоденствия и всеобщих свобод, Украина, конечно же, критики не выдерживает. И Соединенные Штаты называют ее демократической только лишь постольку поскольку, потому что здесь правит выгодный им проамериканский режим, по сути, после 2014 года. Я употребляю здесь слово режим без негативного контекста, в значении определенный политико-правовой порядок, который установился вот тогда и действует по сей день. В 2019 году он не изменился принципиально. То есть, в основных идеологических установках ничего не поменялось. Мы там по-прежнему держим курс на НАТО, держим курс на ЕС, на взаимодействие с Соединенными Штатами, международным валютным фондом и так далее. Поэтому вот такая ситуация. Я думаю, что, в принципе, критика, озвученная данным американским сенатором, она справедлива в значительной мере. Данил, еще один вопрос по Талси. Она одинока в своих высказываниях или в американской прессе, в американских СМИ начинают появляться публикации, которые, скажем так, подтверждают правоту ее слов? Ну, знаете, я вот отслеживаю публикации в американской прессе. В основном я вижу, скажем, со стороны представителей республиканской партии критику Байдена, наоборот, за недостаточную решительность. То есть они сейчас критикуют Байдена, в частности, за то, что он не хочет вводить превентивные санкции против России, что это якобы может помочь избежать российского вторжения в Украину и тому подобные вещи озвучивают. Есть, конечно, отдельные публикации, которые свидетельствуют и о том, что нужно добиваться дипломатического урегулирования с Россией путем компромиссов. То есть нужно идти на компромисс. Такие публикации появлялись и в The New York Times на протяжении последних полутора месяцев, и в ряде других СМИ. Но, откровенно говоря, по сравнению с тем ворохом нагнетания военной истерии, который есть в американских СМИ, эти публикации одиноки. То есть они не составляют, может быть, даже 10%, может даже и 5% не составляют. Это единичные публикации. У нас здесь в Украине особенно оппозиционная пресса любит очень выпячивать эти публикации, что, дескать, вот смотрите, в Соединенных Штатах есть люди, которые выступают за компромиссные варианты урегулирования. Но на самом деле это преувеличение. Такие люди, конечно же, есть, но их голоса – это как голос вопиющего в пустыне, знаете. Во всяком случае, пока. Возможно, в будущем что-то переменится. Я, честно говоря, прогнозирую, что в российско-американских отношениях в ближайшее время, ну, может быть, в перспективе до двух ближайших месяцев, произойдет серьезная эскалация, серьезное обострение. То есть, возможно, где-то будут размещены российские ракеты, американцы на это чем-то ответят и так далее. Какой-то новый карибский кризис, а после него будет уже деэскалация. То есть, вот после него как раз риторика компромисса, дипломатии, договоренностей станет мейнстримной. Но пока для этого еще не настало время. То есть, пока обе стороны готовы повышать ставки. И они их повышают. Данил, еще один вопрос, вернее, он основывается на другой вашей публикации в том же Фейсбуке. Я процитирую достаточно длинную цитату, но, на мой взгляд, она того стоит. Полагаю разговоры о том, что США, в скобочках Франция, Германия, нужное подчеркнуть, заставит власти Украины выполнять минские соглашения. Это явная попытка выдавать желаемое за действительное. Она не учитывает того факта, что для постмайданного режима война на Донбассе – один из столпов его идеологии. Если бы ее не было Турчиновым, Порошенко, Зеленским, следовало бы ее придумать. Поскольку ничто не способно обосновывать в глазах электората оголтело прозападный и антироссийский курс на фоне катастрофического социально-экономического ущерба, от такого курса лучше, чем периодические сводки о погибших с линии соприкосновения. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, насколько приведенная цитата является глазом вопиющего пустыни? Я отталкиваюсь от того, что вы сказали. Сколько, какова доля граждан Украины, которые разделяют подобные взгляды? Ну, мне сложно сказать, какова конкретно доля граждан Украины. У нас социология весьма такая странная наука, во всяком случае публичная социология, потому что многие политические партии приплачивают социологам за то, чтобы получать в вопросах более выгодные для себя цифры. И это касается не только рейтингов политических партий, но и, скажем, различных вопросов, задаваемых гражданам, по поводу готовности идти на компромиссы, выполняя минские соглашения или что-то в этом роде. Поэтому мне сложно сказать. Я думаю, ну, может быть, от 15 до 20% таких граждан у нас наберется в Украине. А что касается политического мейнстрима, конечно же, это точка зрения абсолютно не мейнстримная. И вот с запретом последнего оппозиционного телеканала или с запретом его эфирного вещания, если говорить конкретно, после введения санкций СНБО, данная точка зрения не будет звучать в эфире украинского телевидения вообще. То есть ее там не будет. Вместо этого будут, соответственно, звучать всевозможные идеологические симулякры типа того, что там «Геть вид Москвы» или же там «Давайте весь мир с нами» и так далее и тому подобное. На деле мы видим, что все вот эти идеологические действительно симулякры, потому что это не идеология, это симулякры. Вот они все оборачиваются отрицательными социально-экономическими последствиями. Вот я приведу простой пример из недавней, что называется, политической истории. Эммануэль Макрон был с визитом в Киеве недавно. И, как писали украинские СМИ, Франция предоставила Украине помощи в объеме миллиард двести миллионов евро. Как потом оказалось, весь, абсолютно весь объем вот этой вот помощи будет потрачен на закупку французских товаров. Там электровозы, еще какие-то, значит, какая-то техника и так далее. То есть фактически выделили кредит, который нужно будет с процентами возвращать, перевожив деньги из одного своего французского кармана в другой французский карман. Но Украина за это обязана будет выплачивать проценты. То же самое раньше сделали британцы со знаменитым контрактом на поставку катеров для военно-морских сил Украины. Эти катера будут строить в Британии. Британия выделила Украине кредит для их закупки. И здесь мы видим ту же самую схему. Просто перевожили деньги из одного своего кармана в другой и поймели на этом проценты. Ну а точнее еще не поймели, но будут иметь на протяжении ближайших лет. А проценты будет выплачивать Украина. Вот так вот. Спасибо. Спасибо, Данил, за этот блестящий анализ. Спасибо. Всего самого доброго. Главное здоровья. Ну и держитесь. Все-таки мира. Мира всем нам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. Живите в мире. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!